Всем доброго дня! Вы на моём канале Наталья Исицкая, канал о вязании, обо всём, что связано с вязанием. И вот опять такая красота в кадре. А раз это красота в кадре, то вы понимаете, что речь идёт о совместном проекте, который называется «Ликвидация». И он идёт второй раз, второй сезон. И я участвую во втором сезоне тоже. И дабы не забыть, сначала скажу, что мой номер в этом проекте номер 10. Организовали для нас этот замечательный проект два блогера, две замечательные девушки. Они замечательные мастерицы. Это Анна, канал её называется «Анна Полозняк» и Галина, канал Галины «Гуд Нитинг». Каждую неделю они нам дают задания. Прежде чем рассказать об этом задании и показать, что я делала, я хочу сказать, что в этом проекте участвует очень-очень много народа. 60 блогеров, плюс ещё девочки с Ютуба, плюс ещё девочки, которые не участвуют с нами в проекте. То есть они не вошли в проект, они участвуют, но в проект не вошли. Но если мы пройдём, вернее, если вы пройдёте, мы пройдём, вы пройдёте по хэштегам, то вы увидите, как много народа участвует в этом проекте. Проект совершенно замечательный. Мастерицы потрясающие участвуют. Хочу сказать, что он начался 18 января и закончится 31 марта. Вот такой большой-большой проект. Девочки каждую неделю задают задания. И на прошлой неделе в понедельник в 7 утра выходит задание по московскому времени. На прошлой неделе в понедельник Галина озвучила новое задание. Задание называлось «Детский мир». Мне очень нравится вязать деткам. Я просто вяжу с огромным удовольствием. Я, наверное, за последний год связала два комбинезона. Один я вязала из Ализе классической, Лана Голд классической. Один был из Гернарджинса. Потом я вязала конверт на новорожденного, подарила его. Те комбинезоны мне заказывали, а конверт я вязала в подарок. Потом я связала, я уже не помню, три или четыре детских пледика. Потом я вязала еще какие-то кофточки. В этом году вязала шапочку, кофточку, пинеточки. Вот недавно у меня есть мастер-класс шапочки и кофточки на канале. И вязала еще штанишки детские. Но это штанишки и кофточки я вязала, меня заказывали. Мне очень нравится вязать деткам, но пока в семье у нас детей маленьких нет. И вся моя любовь к детскому вязанию переходит на торопыжек. Но это не значит, что если появится ребенок в семье, я не буду вязать торопышком. Я этим деткам вязать буду все равно. И вот я на этой неделе связала торопышком вот такой плед. Это семеновская пряжа. Я ее покупала очень давно. Я о ней говорила, когда вступала в проект. У меня была такая белая пряжа. Но она не белая, она такая сероватая. Потом была такого кораллового цвета и зеленая. Белая пряжа и коралловая закончилась. А зеленая еще достаточно много. Я связала пледик, который размером вот такой большой. Размер этого пледика 78 на 78. И вязала я его совершенно замечательным узором. Он мне очень нравится. Рис. Рис. Тве лицевые, две изнаночные. Ой. Ну да. В каждом лицевом ряду я меняла петли лицевые и изнаночные. И получилось как бы в ряд две лицевые, две изнаночные. Вот такой пледик я связала. Он совершенно простой узор. Мне он очень нравится. Я люблю вот этот узор. И если есть такая необходимость, с удовольствием его вяжу. Вязала я этот пледик на спицах пять с половиной. И он такой. Вот он легенький получился. Хорошенький пледик. Такой тепленький. Так, пледик у меня готов. Дальше я связала шапочку. Шапочку я вязала спицами три с половиной. И вот я держу руку. И мне прям тепло-тепло в руках. Вот тут шесть грани я закрывала. Это верхушечку, макушечку. Тут у меня еще, видите, вот даже еще не протянула. Хотя я уже постирала. Мне надо будет ниточку протянуть и обрезать. Вот. И связала носочки. Обычно я, вот в последнее время, я такие носочки не вяжу. А почему я такие связала? Я набираю 24 петли, а здесь 28. Почему я такие связала? Потому что я, когда посмотрела задание, и я вязала так, как вяжет Галина. Ну вот я взяла, так связала этот раз. Никто не сказал, что это неправильно. Мне вот захотелось так связать. Так я и связала. Такие будут носочки. Я постирала шапочку, я постирала носочки, я постирала пледик. Вот такой набор у меня готовый. Единственное, знаете, что мне не нравится? Зеленый цвет. Ну вот на такого ребеночка вот это все зелень одевать. У меня еще есть пряжа, это еще там, наверное, грамм 200, 150-200 грамм. И я думаю, что, наверное, надо будет с каким-то цветом совместить, чтобы не было вот этой зелени. Так, это первое. И еще я в этот раз немножечко продвинула салфетку. Вот смотрите, я довязала красную и зеленую секцию. Но зеленую я еще буду продолжать. Я, наверное, ну вот так на уголок она пойдет. Вот, потом я здесь еще сделаю, не знаю, какую вот сюда. Потом я хочу. Короче, здесь еще будет три. Как-то вот так, наверное. Ну вот, не знаю, пока еще посмотрю. Честно говоря, в этой салфетке нет определенных цветов, определенного куда идти, как идти. Вот как идет, так и идет. Видите, здесь у меня все шло вот такими волнами. А здесь оно все закрученное. Ну, не знаю, почему так получается. Эту салфетку, такую салфетку я вязала в прошлом году первый раз. Я вязала ее по мастер-классу Анны Полозняк. Единственное, а в этом году вот я решила вот так связать. Но в этом году салфетка у меня отличается от прошлогодней и от мастера-класса Анны. Потому что Аня вязала, и я в прошлом году так вязала, три столбика. Вот за каждую вот эту вот перекладинку я брала три столбика с накидом. А вот здесь я ее пять столбиков с накидом делаю. Почему я стала вязать пять, я не знаю. Хотя я знала, что надо три. Ну, как бы Аня советует три, и я вязала три. Ну, вот я стала вязать пять, не знаю почему. И я думаю, потому что я стала вязать пять, поэтому она вообще так расширилась и увеличилась. Вот, значит, зеленым я еще повяжу. И, наверное, здесь еще каким-то цветом. И я думаю, что в следующий раз будет, когда следующий отчет я покажу уже, готовую эту салфеточку. Вяжу я ее крючком 2,25 кловер. Вот такой у меня крючок замечательный. Мне он очень нравится. И вязать салфетку вот этим крючком – это просто такое удовольствие, оно просто супер. Так, все. На сегодня у меня больше ничего вам показать и рассказать нет. Поэтому я хочу всем пожелать предстоящих у нас сегодня воскресенье. Да, мы еще, да, воскресенье, мы еще 22-23 понедельник-вторник будем дома. Я хочу пожелать вам хорошего отдыха. Хочу пожелать плодотворной работы, творческих успехов. Да, сказала, отдыха и работы. Но это же не работа, это же наше хобби. Отдохнуть хорошенько, выспаться хорошенько, повязать хорошенько, получить удовольствие от этих двух праздничных дней. Ну и сегодня еще полдня. Вот, и хочу сказать всем моим друзьям, моим визуальным подругам, моим зрителям, подписчикам, спасибо большое, что вы приходите ко мне на канал. У меня на этой неделе случилось такое приятное. Приятность случилась. Приятная приятность случилась. У меня уже тысячи подписчиков, и сегодня я увидала, что у меня это 4 тысячи 14 часов в просмотрах. Ну супер-супер. Спасибо вам огромное. Всем-всем-всем. Ну, а если вы пришли и не подписались еще на канал мой, не подписались еще на канал девочек, подпишитесь, пожалуйста, и не забудьте нажать на колокольчик, который вас известит о том, что вышло новое видео. В инфобоксе я на всех девочек оставлю ссылочки. Проходите, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь, вдохновляйтесь и вяжите вместе с нами. Все. Спасибо большое за внимание. Всем успехов. Всем пока-пока.